Тюмень возглавила рейтинг российских городов с самыми лучшими дорогами. Таковы результаты свежего исследования интернет-сервиса «Суперджоб». Рейтинг составлен на основе опроса самих жителей городов. Вообще же Тюменская область регулярно в первых строчках различных рейтингов. Летом на Петербургском экономическом форуме Агентство стратегических инициатив презентовало национальный рейтинг инвест-климата российских регионов. Тюменская область – уверенное первое место. Так в чем секрет успеха Тюменской области, выяснял на месте наш корреспондент Дмитрий Кастро. В Тюмени, что уже не первый раз становится городом с лучшими в стране дорогами, их реконструкция полным ходом идет даже зимой. Мы гордимся и стараемся сделать так, чтобы наши дороги были еще лучше. Специальный износостойкий состав бетонной смеси и жесткие нормы эксплуатации. Ремонт делают своевременно. Наш город был одним из передовых в стране по внедрению этих технологий. На этой неделе в Тюмени замкнули окружную дорогу, которую строили 15 лет. Движение запущено на всех 55 километрах, в том числе 21 развязки и мостах. И что самое главное, с Тюменской кольцевой автодорогой соединены все четыре федеральные автотрассы. Теперь эта дорога облегчит движение для водителей? Естественно. Хоть заторов нет. Особенно час пик. Для динамичной Тюмени, еще население стремительно приближается к миллиону дороги, один из драйверов роста. Молодой губернатор Александр Мор в хозяйстве не новичок. Бывший мэром Тюмени теперь уже на новом посту. Он продолжает осуществлять многолетнюю городскую стратегию развития. Дорожное строительство уже давно у нас в приоритете. В последние годы мы занимались созданием городской среды, общественных пространств. Из всех этих маленьких элементов складывается понятие комфортной жизни. Я думаю, что именно эти факторы влияют на принятие решения о переезде жить и работать в наш регион. В Тюмень едут со всей страны. Город привлекает высокими стандартами жизни и работой, которой хватает на всех. Это истинная сибирская нефть. С того самого Увадского проекта. Если Тюмень это нефтегазовая столица России, то Увадский проект, ее энергетическое сердце. Оно бьется на площади в 27 тысяч квадратных километров. 40 открытых гигантских месторождений и фантастические извлекаемые запасы нефти. Почти 400 миллионов тонн черного золота. Нефтяные гиганты обильно питают бюджет, создавая фонд внутренних инвестиций. Мы платим порядка 8 миллиардов налогов в год. Это, безусловно, существенная цифра. Впрочем, Тюмень это уже далеко не только нефть. Продукцию металлургического гиганта электросталь покупает весь мир. Экспортный потенциал наращивает и знаменитый на весь регион стекольный завод. Тюмень развенчивает и другой стойкий миф о климатических препятствиях для сельского хозяйства. Треть экономики области. Это как раз аграрный сектор. И здесь свои жемчужины. Как этот товарно-молочный комплекс. 4 600 коров дают 117 тонн молока в день. Он крупнейший в Сибири. По окончанию третьей очереди стройки это будет крупнейший в России. Демография устойчивая и производная от успешной экономики. В тюменских семьях все чаще рожают второго и третьего ребенка. А власти используют разные меры финансового стимулирования многодетных семей. От регионального материнского капитала до субсидий на квартиру. В семье Пудовиных четверо детей. Роман и Кристина решили, что это еще не предел. Вообще разговор был еще одного. И возможно может кого-нибудь усыновить, удочерить. Надо, 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 чтобы народу больше было. Хотя бы миллиард для такой страны. В перинатальном центре Тюмени в год принимают 9 тысяч родов. Мы в положительном приросте населения находимся последние лет 10. Тюмень город не просто превосходных дорог и успешной демографии. Уже много лет по опросам социологов и местных жителей он сохраняет статус одного из российских городов-лидеров по качеству жизни. В числе параметров качества высокотехнологичная медицина. В Тюмени она одна из лучших в стране. Наш центр выполняет более 4 тысяч операций в год. Большую часть больных это отказные больные, от которых отказались не только в клиниках Российской Федерации, но и в зарубежных клиниках. Профессор Суфянов не просто возглавил успешный медицинский центр, но создал уникальный учебный класс, где с помощью 3D-технологий готовит нейрохирургов мирового уровня. Это вот будущие звезды российской наличии. Те, которые пошли обучение именно в таких условиях. Именно медицинский туризм губернатор МОР придумал сделать платформой новой экономики региона. Мы сегодня можем смотреть на нашу медицину как отрасль, которая способна при грамотном управлении стать экспортно-ориентированной. Мы сейчас говорим не только о лечении. У нас есть очень мощные ресурсы, связанные с реабилитацией и рекреацией. Это огромная линза минеральной воды, это лечебные грязи, которые включены в список ЮНЕСКО. Бальнеологические грязевые лечебницы Тюмени – ее природное богатство. В такой лечебной грязи есть витамины и природные антибиотики. В такой грязи мы обкладываем больных. Не только мир едет в Тюмень, но и Тюмень активно осваивает мир, а заодно языки соседей. Городские университеты аккумулируют талантливую молодежь. Самых талантливых выпускников школ, самых талантливых выпускников других вузов собрать здесь, в Тюмень. Они все приезжают, остаются в городе. Это неизбежно меняет среду в самом городе. Молодежь, действительно отучившись, уезжать не спешит. Есть, знаете, такая идея про то, что в Тюмени можно развиваться не только как профессионал, но и как человек у молодых людей. Здесь сады ближе, график ниже. Можно вечером успеть смотаться на другой конец города, на спектакль, когда там столицы сегодня не готовы обеспечить такую мобильность. У нас в Тюменьской области достаточно условий для того, чтобы чувствовать себя счастливым. Амбициозной задачей тюменцев – стать одним из лидеров развития Сибири и всей России. Кажется, имеют все шансы на успех. Дмитрий Кайстро, Александр Евтушенко, Ильгиз Хакимов, Рубен Миробов, Сергей Лыкосов, Станислав Хиловский. Вести неделя. Тюменская область.